так я снова в районе станции беруний или беруний вот строится ин базар для женщин и детей а вот ин базар для мужчин ну или видимо унисекс но скорее всего основа то мужчины здесь первый магазин в котором я нашел одежду произведенную узбекистане сегодня зайдут да посмотреть возможно там есть обувь произведенные в узбекистане но хотя массовое скопление все-таки находится в магазине саламандер или саламандер мне очень нравится кстати что здесь все за такими окнами в полный рост во первых это дополнительное освещение днем и внешний вид то есть ты сразу видишь что находится в магазине с ночной подсветкой еще лучше здесь какая-то новая партия приехала носочков вот еще вот так вот такой г-образный магазин техника apple так ну и заряда батарейки у меня она еще пока не заканчивается но я думаю минут пять поснимать эко базар который меня кое-кто отправлял посмотреть что мне понравится ну давайте посмотрим что такое к базар я там уже был сейчас покажу вам это кстати вот здесь хоть и конечная станция метро вот буквально ты вышел с метро и вот перешел парковку у тебя эко базар нет короче рынок для тех кто любит покупать без вот этой северночной суеты во первых во вторых здесь есть цены не знаю как насчет поторговаться возможно есть можно будет поторговаться ну короче это вот такой рынок 21 века но без колорита обычного традиционного рынка все в крытом помещении примерно те же самые продукты из-за того что это современное модное помещение здесь цены чуть повыше не курить на велике не кататься собака не ходить камеры нету поэтому наверное никто не позволит запрещать снимать ну и здесь вот что здесь есть в этом базаре так это выход вход и двери всех фруктов посмотрю что здесь есть банкоматы естественно аптека вот тут такая входная группа из таких столбов которые вырезаны из дерева здесь так по стилю как будто это самарканд тут у нас душа шоколад кач конфетки так далее здесь многие говорили мне что здесь можно достать то что в duty free продается то есть то чего на рынке узбекистана быть не должно но в duty free она есть бесколотто то есть видите здесь в сравнении с рынком практически никого нет какие-то интересные треугольники в потолок кстати а потолок весь не забывайте вдать наверх узбекистане здесь он напечатан в виде облаков как будто ты под открытым небом покупаешь на рынке ну и цивильные павильоны все выложено люди здесь продавцы скучают поэтому ничего не остается кроме как все красиво и органично выкладывать на полочки красиво сортировать часть отделов уже закрыта здесь традиционный отдел как в рынке то есть сладости чипсы кукуруза чай ну короче все подряд бонд филе здесь здесь все из мяса посмотрите хоть как должны выглядеть куски мяса такие большие красивые куски мяса здесь лежат возможно лежат здесь уже не первый день а вот уже такой более традиционный рынок такие множество множество таких как как они называются в общем не павильон а 10 у нас ассорти с трех родин быком потому что есть мясо и там же есть конфеты либо булочных изделий не видно так вот здесь намывают полы сейчас времени 5 часов а многие палатки уже закрываются тут же есть туалет у него мы не пойдем это уровень любого здания всегда можно понять пятый океан тут короче рыбные консервы и такой уровень любого здания можно всегда понять по самому отхожу вместо то есть туалета все если например туалет ташкентскому аэропорту классный с ароматом лимона там не воняет саниной то сразу говорит о том что ташкентский аэропорт такое милое дружелюбное место здесь такие элементы декор везде есть и по классике различные порошки и так далее ну вот так вот примерно выглядит к базар то есть такая цивилизованный вид торговли там но уже ничего вот они тухумы в ассортименте тут молочка там ничего интересного вот здесь на посмотрим здесь что-то интересное есть хлебушек есть свежий буханка 3000 сумм в принципе цены плюс-минус рыночные а вот такая зона отдыха здесь как в большинстве товаров узбекистана потолок украшен декоративным виноградом вот сюда же забрела софия кондитерка это хлебопечки мед либо печки ну да пекут хлеб и вот вплоть до обычных товаров типа картошки овощи и фрукты то есть чисто аккуратно прилично без очередей может быть можно поторговаться цены есть не везде поэтому возможно есть какие-то торги но такая видимо сами жители узбекистана еще не привыкли к такому формат торговли а может быть здесь есть рядом рынок который все это прикрывает вот приправы из крупы вот курт который в ассортименте который фиг влезет в рот всех размеров и маленькие большие вот еще отдела с куртом приправы прям в тазиках приправы приправы вот чайный домик можно купить на разновес разного формата чая то есть тут прям в ассортименте kit point детское питание короче в общем на рынке вы за исключением одежды можете купить все одежда продается на рядом с любых средних магазинах но тут же есть корзинка поэтому видимо многие предпочитают раз уж есть цивилизованный рынок а через дорогу от него корзинка то мое предположение что многие предпочитают зайти в корзинку и закупиться там но опять же думаю тех же маринованных консервов вот таком например сортименте только одна . там скорее всего нет то есть здесь ассортимент и цивилизация на уровне корзинки а в корзинке на всем есть цены и там дисконт и шмисконт и вот тут все что связано с орехами и так далее вот такая вот история батарейка у меня предательский горит красным так что внезапно отключится самостоятельно в любой момент так что всем до новых встреч ну и завершает эко базар это медиапарк базар такой филиальчик медиапарка который про который снимал раньше ролик техника 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 тут же есть такой стенд с лотерейными билетами можно выиграть автомобиль покупать здесь что-нибудь для этого нужно предъявить всего лишь человек и вот здесь в уголочке еще пару банкоматов стоит точнее три банкомата так смотрите секундка так вот так вот 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 ну что ж батарейки хватило так что выключаю самостоятельно до новых встреч